Давайте попробуем для начала разобраться, а зачем вообще нужны скелеты? У кого какие идеи? Опоры. Опоры для всего тела и для всех внутренних органов. Понимается? Защита. Объем. Защита. Типичный пример. Чередная капотка. Она что защищает? Глазная. Головная. А плюс к этому глазные яблоки. А вот здесь был глинцовой Берески. Скажите, а вы обоняние владаете? А где, по-вашему, находятся нервные клетки обонятельной системы? Да. Вот здесь они и находятся. И не дай бог, они были лишены вот этой вот костерной защиты. Вы взошли в самогон. Хорошо. А теперь слух у вас есть? Да, он должен быть. А все органы слуха. Вот здесь, глубоко в черепе. Под очень надежной защитой. То есть череп обеспечивает защиту от них не только головного мозга, но и всех важнейших органов чувств. Ну и плюс к этому череп еще нужен. Вот еще. Это я что делаю? Жизнь. Ага. Вот если мы возьмем любого нормального зверя, не таких странных существ, как мы с вами, а любого нормального зверя, как по-вашему, у них голова в основном для того, чтобы думать, или в основном для того, чтобы есть? Для того, чтобы есть. Ну вот такой челюстной отдел, и не очень большой, но забрать об челюсти. Это только у наших предков ситуация изменилась. Что, кстати, имеет свой печальный результат, кроме всего прочего. Большой мозг, конечно, хорошо и круто. Но вот такие короткие челюсти у нас появились по необходимости. А из сокращения челюстей произошли очень неприятные истории с нашими зубами. Количество зубов, ведь это врожденное число, изменить его нельзя совершенно, так? А длина через нового ряда, вот у наших предков, длина через нового ряда была вот такая. Так? У современного человека она резко сократилась. Количество зубов осталось первым же самым. Размер зубов уменьшился только чуть-чуть. Какая проблема возникает? Место. Зубам не хватает места. Поэтому в вашем постоянном ряду зубном, вот сейчас до сих пор, у вас давно уже молочных зубов нет. Ну, это как по-вашему, у вас во рту все настоящие зубы? Нет, не все, минус 4. А когда 4 зуба прорежутся? 30. Ну, 30 этого хватили. Где-то в районе от 20, в среднем 22-24 года у человека. А почему так? Все зубы у вас там 10-12 лет прорезывались, а какие-то на 10 лет тормозят. Организм ждет. Может быть, еще чуть-чуть удастся подрасти. Ну, вот хоть как-нибудь. Хоть чуть-чуть. Так? И только когда становится понятно, что все, рост закончился, и дальше мы расти не будем, ну, тогда дается сигнал на прорезание последнего, самого последнего моляра. Но места для него все равно не хватает. Так? Поэтому, как он будет резаться? А резаться он будет, выписывая предшествующий моляр и с огромным трением о соседнюю ветку черезной кости. В результате, какие ощущения у человека, когда у него режется последняя моляра? Ага, будет вам 25 лет? Тогда поймете, что такое зуба мудрости и как весело жить, пока не режется. Надо сказать, что некоторые части человеческой популяции современной, они так и не прорезаются до конца жизни. Ну, это вообще несчастные люди. Так же там, 22 года, они попробовали, ну, не получилось. Ну, не получилось. А годы через три организм решается, давайте еще раз попробуем. Ну, не получилось, ну, не получилось. А лет через пять еще раз. И так опять, может быть, всю жизнь. Обычно такие люди просто проводят операцию. Извлекают. Надо сказать, что если даже они прорезаются, то очень часто уже кариесные. То есть, эмаль разрушена, появились трещины еще до того, как зуб прорезутся. Вот такая плата. Это не единственная, это самая легкая плата. За наше двуноглое положение, за вот такую вот компоновочку тела. Мы ее считаем естественными. Ну, слушай, все вокруг нас такие же, да? Хотя дефектов у Луны на конструкции огромное количество. Кроме очевиднейших плюсов, есть еще и дефекты. А еще бы Бог не плохо, если бы с самого начала усвоили одну простую истину. За все хорошее в жизни надо платить. И чем лучше вы что-то получаете, тем дороже вам придется платить. Истина это непроходимая. Обмануть ее, как ты, схитриться, обойти совершенно невозможно. Расплачиваться все равно будет надо. Это называется равноместный компромисс. Так, хорошо. Итак, защита череп, защита грудная клетка очевидная. Очевидная защита кости таза. Итак, две функции назвались. Поддержание формы, защита. Да, вы видите? Изменение объема на грудной клетке изменяет объем тела. Всего тела сразу? Объем руки как оно может быть? Объем частей. Изменение объема – это вариант движения. Согласны? Да. Совершенно верно. Скелет в нашем варианте конструкции – важнейший участник любого движения. Так? А еще? Крепление мышц. Крепление мышц. Но это как раз-таки должен двигаться. А еще? А что там внутри костей? Или там вообще ничего нет? Костный мозг, костный мозг. Костный мозг. А что это такое? А вот у нас два совершенно разных костного мозга. Желтый костный мозг – это просто скопление жировой ткани. Это самый-самый крайний, последний энергорезерв организма. Вот когда истощение уже полное, организм все-таки будет выжидать. Ну, может быть, еда появится. А для того, чтобы выжить до этого момента, надо, чтобы сердце все-таки работало. Надо, чтобы дыхательные движения все-таки шли. Надо, чтобы почки все-таки работали. А для этого где-то запас топлива надо брать. Вот такой последний резерв, как раз внутри полостей, костных полостей в нашем скелете. Называется желтый костный мозг. Это жировая ткани просто. И совсем другая штука – красный костный мозг. Создает из клеток, так называемый, порождающий ткани. Единственное, что умеет делать эти клетки – быстро делиться. А вот их потомки, которые получились переделением, могут превращаться во все остальные клетки нашего тела. Так? Ну, в первую очередь, в клетке крови. Ведь клетки крови очень многоеичны. Больше всего у нас крови разных кровяных телец, эритроцитов. Их, чтобы примерно себе представить, да. Что такое кубический миллиметр, понимаете? Кубик. Высота грани его какая? Один миллиметр. Да, по-вашему. Сколько красных кровяных телец, эритроцитов, в каждом кубическом миллиметре вашей крови? Так. Ну, близко. В районе пяти миллионов. У барышек чуть поменьше, у мужичков чуть побольше. Здесь половой деморфизм есть такой, достаточно отчетливый. Но вы понимаете, миллионы клеток в каждом кубическом миллиметре. Без эритроцитов совершенно невозможна важнейшая задача крови – перенос кислорода. Это главные грузовики, которые переносят кислород, перевозят его в крови. А ведь живет каждый эритроцит, по максимуму, 4 месяца, 120 дней. Вот через 4 месяца ни одного эритроцита в вашем организме просто не останется. Все, которые сейчас есть, будут разрушены. Вопрос – а почему вы тогда не умрете? Много. Рождется новое. А эритроциты не умеют размножаться. Хотя бы потому, что взрослый эритроцит, прежде чем приступать к своей работе, выбрасывает ядро. Это клетки, у которых нет ядер. Просто. А клетка без ядра размножится даже при большом желании может. Совершенно не способна. Так вот, новые клетки крови рождаются как раз в красном полосном воздухе. Ну, на самом деле, у скелета еще масса всяких прочих задач. Но мы сегодня с вами обратим внимание вот на какую. С ним мы потом будем много возиться с этой задачей. Участие скелета в движении, прикреплении мышц и так далее. Для того, чтобы разобраться как следует. Допустим, я решил повисеть на потолке. Что я для этого делаю? Беру стремянку и беру тюбик суперклея. Завязаю на стремянку вверх, мажу кончик пальчиками. Суперклеем, отрежимаю потолку. И ногой сшиваю стремянку. Вопрос, удастся ли мне повисеть на потолке в этом режиме? Нет. А почему? Кошки пальцы слимутся. Да у меня просто кожа отдаются. Я не настолько эфемерен и легок, чтобы вот такой вот скуток кожи выдержал мой вес. Эта кожа оторвалась, я клюнулась. Начал упрямый. Опять поставил стремянку. Взял большой тюбик суперклея и намазал всю воду. Все пальцы, а не только самый кончик. И вот так вот приклеился к потолку. А вот теперь мне удастся повисеть? Да. А почему ведь? Я не стал легче. Очень скользко. Та же самая нагрузка распределилась на большую поверхность. Так? И я удержался, не отдавался. Возвращаемся к скелету. Если мы берем очень сильную мышцу и прикрепили ее вот так, в одной точке костями. И мышца взялась, а все дужи сократилась. Что произойдет? Она просто оторвется от гостей и все. Не выдержит точек крепления. Это значит, чем сильнее мышца, тем больше площадь крепления должна у нее быть. Согласны? Согласна. Грады, на которые приходится наступать, смотрим. Вот у нас косточка. Так. Вот мы подводим мышцу, прикрепили ее. Здесь еще мышцы. Прикрепили, еще мышцы. Прикрепили. А площадь поверхности кости ограничена или бесконечена? Ограничена. Ага. Рано или поздно, что произойдет? Слишком сложно. А все вместе не ходит. Можно ли дополнительно усилить мышцы в этом случае? Площадь исчерпали. Не разумеется. Как в биологии решаются всегда вот эти задачки на увеличение площади. А очень-очень часто в биологии такие задачи приходится решать. Да? Сделать сиологию четыре суток. Значит. Сделать не ровную поверхность, а поверхность с выступами. Вот я взял и наделал здесь выступы. Здесь я посчитаю тебе, какая площадочка участвует в креплении. Большая. А вот теперь зачем мы с этим всем занимались? Сейчас показываю материал, с которым вы работаете. Для того, чтобы вы понимали, что, откуда, зачем. Кто у нас с черепом мог возиться? Ага. Ладно. А вот теперь будете возиться своими работами. Обратите внимание. На всех черепах, во-первых, вот так вдоль мозговой коробки, проходит какой-то странный вырост. Просто у этого черепа он очень хорошо виден. Так? Это во-первых. А во-вторых, в районе затылок, такой перекресток. Потому что, смотрите, вот еще пара выростов, и все они втроем сходятся в одной точке. Так? Такие выросты на поверхности кости называются гребны. Вот это вот, большой сагитальный гребень продольный. А вот это поперечный, затылочный гребень. Кто догадался, зачем нужно? Увести. Значит, увеличение площади кайпремиума сплотуры. Сейчас показываю. Возвращаем к этому волку его нижнюю челюсть. Вот, видите, я поставил на контакт. Нижние челюстные суставы попали в свои суставные ямки. Контакт плотный. То есть, именно в таком положении находились челюсти в черепе, точнее, в голове в руку. А теперь давайте смотришь. Вот она, восходящая лепь челюсти. Я возьму ваши пальцы и мне показываю. Вот она. А вот до сих пор вам была непонятная скуловая дуга. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, а вот это вот пространство, вот здесь, вот здесь, чем заполнено? Желательная мускулатура. От вот этого отростка, так, она прикрепляется. Вот видите, какая глубокая лунка, для того, чтобы толстую мышцу сюда нужно было посадить. Но это один конец мышцы. А второе, почему крепит планы? Ну, к сагитальному. К сагитальному гребенку. Вот сюда. Вот она. Вся вот эта часть головы, если здесь собаки прощупать, здесь вы никакого черепа не нащупываете. Здесь желательные мышцы. Так? Хорошо. А вот этот гребень зачем нужен? У него тоже здоровая площадка. Шея. Конечно. Смотрите, вот здесь у нас крепление к позвоночнику. Какое нормальное положение занимает голова собаки? Мозом плюс. А если собаку хочет поднять голову, что надо сделать? Сокращать. Какие мышцы сокращать будете? Мозом плюс. Между позвонками и чем? Разбирать. Ничего, ничего. Ничего страшного. Она регулярно разбирается. Это по центральному синфизу. Одно перец. Это не страшно. Так. Значит, ну и давайте смотрим. Вот у нас нормальное положение. Вот позвонок. Вот поперечный гребень. Смотрим. Я сокращаю мышцы. Чего делать? Черт. Поднимается. Чем тяжелее голова. Значит, вот как разобраться? Допустим, пулянтолог нашел часть скопаемого черепа вот без челюстей. Челюстей нет. Так. Но он видит могучий затылочный щит. Огромной площади. А это значит, с какого размера и какого веса вылечается. Слышь его подошел. Ну, потому что трудно поднимать. Тяжелая голова. Ну, и как положено из известных, к вам звери. Поперечный гребень. У кого он лучше развит? Не взрывать. У фишечного. Условно, кстати, очень хорошо. Действительно, так. Смотрите, какое пыречное гребень. Просто лопата. Так. А чей череп? Ну. Ну, конечно, как он. Клаки, видите? Молодой кабанчик первый лет. А теперь, а как он ютуб бывает? Представляете? Ну, кабан. Ну, ну что, он как в мультике. Пришел, съел в столовую. Ну, тарелки принесли. Он взял вилку и стал есть. Хорошо. Нос у свиней. Как выглядит? А что такое пятачок? Пятачок – красивое слово. А что это такое? Ну, копательный. А, это копательный орган, разумеется. Нос, сросшийся с верхней губой, на самом деле. Значит, защищенная пластина. Нозри умеют закрываться, ну, чтобы не забить ее землю. А дальше, ну, представьте, у вас здесь вот такая лопата. А дальше вы делаете вот такие движения. А если вам по дороге попался здесь камень или попался здесь корень, вы подцепляете его коком, так, и выковыриваете. А если это корень, то разрезаете. И то, и другое. Это какие движения? Это движения вот эти, поднятие головы. А это значит, какая мышечность шейных мышц должна быть. Попробуем. Поэтому ему почерк какая. Вот. Так что, сегодня мы немножечко начали. Мы на каждом занятии будем немножечко с вами теперь возиться с материалом, касающимся уже не только рисования, но и самой теории.